Йома Алия, день Алии. Помню, четыре года был в отказе. Мечтал об этом во сне и наяву. Заметал следы из Ленинграда в Витебск, из Витебска в Вильнюс. Пока не уехал из маленького городка в Побраде, в Литве, вырвался за два дня. Меня сообщили в четверг вечером. В воскресенье утром меня уже не было в России. И быстро на поезде, тогда иначе нельзя, в Вену. Весь поезд был переезжающими, отъезжающими. Но из всего поезда две всего лишь семьи согласились лететь дальше в Израиль. Я с женой и двухлетним сыном, и семья из Грузии какая-то. И мы сидели неделю в Вене, и потом полетели в Израиль. Ну и, конечно, здесь это было чего-то непонятное. С одной стороны, Ленинграды, с другой стороны, непонятно, где оказался. Нас посадили в машину, повезли. Это было 2 августа. На улице было градусов 40. Машина, естественно, без кондиционера. Машина продувалась насквозь, обжигающим воздухом. Я не представлял, что может быть такая температура. И мы ездим по дороге. Смотрю, пустая дорога, одно здание. Спрашиваю, что это такое? Он говорит, тюрьма. Второе здание через 20 километров. Что это такое? Он говорит, тюрьма. Пока доехали до Хайфы, 4 тюрьмы по дороге встретили мы, и не больше ничего. Вот такое впечатление первое. Ну, все, через месяц, полтора максимум я уже работал. Я не мог выдержать спокойно в этом Ульпане. Оставил жену с ребенком в Хайфе, в Ульпане. Сам устроился на работу в армию. И так все прошло. Для меня это, конечно, день был обретения настоящей свободы. Я чувствую здесь себя в единственном месте на земле, где я могу быть самым собой. И поэтому я не могу поменять это место ни на какое другое. У меня здесь побывало уже много родственников и друзей. Проездом через Израиль во все другие страны. Я гостил у них, всех практически, на разных океанах, и морях, и континентах. Я не вижу другого места. И вот уже 43 года я здесь. Что бы я посоветовал бы и пожелал бы сегодня больше и больше приезжих, что бы они не пугались, ни жары, ни тюрем. Здесь мы сможем обрести настоящую нашу свободу.